Раз. Ну все, поехали. Итак, я приветствую всех на очередной записи стримов, реплеев с турнира TFC26. С вами вновь Элистрагу. И сегодня мы посмотрим с вами первую игру полуфинала TFC26, которая состоялась буквально где-то, по-моему, 2 или 3 дня назад, с момента вот этой записи. Очень интересные должны быть игры, обязаны получиться. Поэтому, надеюсь, так оно и будет. Я в этом практически уверен. Встречались два очень хороших игрока, которых лично я, как игроков, очень уважаю. И более того, там матчап, который связан с моей расой, поэтому в нем я буду разбираться довольно хорошо. Итак, давайте приступим. Поехали. Итак, состоялась BO7, если не ошибаюсь, между Эпохой Бронзы и Мадиусом. Смотрим мы первую игру на Альтрезиме. Я не уверен, конечно, что это была первая по порядку, но надеюсь на это. Во всяком случае, они так были расположены на Ультралиске при записи. Что можно сказать об игроках? Давайте сначала пройдемся по игрокам, потом уже я буду комментировать, что это за карта. Начнем с чего? Мадиус. В принципе, его можно назвать middle-top-мастер-лиговый терн. Очень, очень сильный игрок. Очень хороший мультитаск. Очень хорошая микро. Достаточно, даже, я бы сказал, недостаточно тоже очень хорошее понимание игры. То есть, у этого игрока есть все, чтобы развиваться дальше и держать очень высокую планочку на нашем форуме. И я могу даже без зазрения совести назвать его одним из самых сильных тиранов на нашем форуме Battle.net StarCraft 2. Если, наверное, даже и не самым сильным. Вот как-то вот так. Очень мощный игрок, показывал очень интересные игры, чизы, макро-открытия оригинальные, различные там вариации каких-то пушей, причем в любых матчапах, не имеет значения. Это все он может. Арсенал довольно богатый. Эпоха бронзы. Согласно его лиге, которую я видел последний раз, и она с тех пор, по-моему, не менялась, это топ-алмазный зерк. Но при этом этот топ-алмазный зерк весьма уникален тем, что он обладает огромным пониманием игры для алмаза. Да? Просто колоссальным. Автор, если не ошибаюсь, по-моему, одного или даже нескольких гайдов, тем обсуждений на форуме. То есть это один из самых подкованных, с точки зрения теории, зергов нашего форума. Можно даже сказать, один из самых таких вот суровых в этом плане. Более того, обладает довольно-таки неплохим мультитаском, пониманием игры, оригинальными решениями. То есть не играет там какие-то, вот знаете, одно и то же, да? То есть человеку, который играет в StarCraft головой, прежде всего. Что несказанно радует. Теперь поговорим о карте. Карта Альтерзим. То есть я сейчас описал, почему вообще эти игры будут очень интересными. Да? Надеюсь, вы теперь поняли. Карта у нас крепость Альтерзима. Ее в народе называют крепость аутизма. По той причине, что карта, скажем, для ТВП, она очень, скажем, печальная тем, что здесь очень много мест для прокси. Очень большая карта по размерам, это раз. И карта с довольно оригинальным натуралом, который спрятан внутри базы. То есть оборона натурала, это задача, которая решается совместно с обороной мейна. То есть нет такой проблемы, чтобы отоборонять натурал и отоборонять мейн, как две разные вещи. Нет. Вы закрываете мейн, и у вас натурал закрыт сам по себе. Он внутри базы находится. Единственная проблема, которая возникает с таким натуралом, то, что здесь довольно много мест для дропа. Да, но опять же, не так уж и много, но достаточно. Итак, давайте посмотрим, пока ребята общаются, во что же они открываются. Открываются они... Эпоха открылся в три хаты до пула. Причем первую хату он поставил внизу. Довольно грамотно он это сделал, потому что... На этой карте, опять же, видите. Он мог поставить хату здесь. Первую. Точнее, вторую хату здесь. А третью здесь. Но к моменту какого-нибудь харасса она бы только строилась. А сейчас она уже готова. То есть, ее нет проблем оборонять. Из нее скоро появится квина, когда пул достроится. То есть, довольно грамотное и логичное решение. Вот эту хату строить первой. Чтобы она достроилась раньше, чтобы здесь такой опорный пункт образовался пораньше. А эту хату, как я уже сказал, ее занять вообще никаких проблем нет для зерга. Поэтому он ее занимает последней. Мадьюс у нас открылся в билд. Это довольно-таки предсказуемый для этой карты. Но опенинг сам по себе весьма оригинальный, опять же. Что здесь такого интересного было? 14-30-ц. Но при этом он поставил газ до барака. Зачем ставится газ до барака? Ответ довольно просто. Думаю, его многие тираны, в частности, знают. Появляется факта приблизительно на 30 игровых секунд раньше. Очень такое интересное решение. Во всяком случае, ну, Мадьюс имеет право полно его реализовать. Потому что понимает, что любая вообще агрессия зерга, вот в первые 5 минут, она просто смешная. Она будет разбиваться об стенку на мейне. Вот в чем дело. То есть, очень такое халявное открытие, но на этой карте, как бы, другого ожидать не стоило. Вот оригинальное, но именно потому, что был газ до барака. Вот такое, честно говоря, я вижу впервые. Тем временем, факта у нас подстраивает себе лабораторию. Ставится уже третий ТЦшник в 6-10. А Старпорт тоже достроился. И сейчас Старпорт наверняка пересядет на лабораторию. И будет сделана банша с инвизом. На инвиз, либо на баншу, газика немножко не хватит. То есть, где-то, похоже, Мадьюс завтыкал с билдом. А нет, слушайте, как раз. Прям, прям, я беру свои слова назад. Все прям идеально сделано. Банша, инвиз, все. Хорошо. У эпохи, тем временем, один газ. Ой, вру. Уже три газа. Причем газы изначально он занимает, смотрите, где. Немножко непонятно мне, почему он занимает газы именно здесь. То есть, в таком уязвимом месте, да, для хараса. Все равно. А, скажем, не на натурале. То есть, он спешит раскачать сначала свою третью нычку, да, потенциальную. Потом уже на натурал. В сумме у него три газа. Тем временем, Мадьюс добавляет уже арсенал. Гелики делаются у нас с факты на реакторе. Реактор построил у нас барак. Барак подстраивает еще одну лабораторию. И, судя по всему, ставится уже третий газ. Наверняка это будет мех. Почти наверняка можно сказать, что это будет мех. Обратите еще внимание на такую деталь, что эпоха очень хорошо сейчас берет контроль карты. Очень хорошо. То есть, посмотрите, он видит довольно много. Оверф развешивает в таких ключевых позициях. Это очень важно для зерга. И смотрите, что делает эпоха. Он ставит леер, да, логово, на входе на свою базу в самом уязвимом месте. И эволюшины ставят тоже здесь. Честно говоря, мне не очень понятно, зачем вот это вот уже тут делать, да? По той причине, что это задание технологичное, как и эволюшинки, да? Их необходимо, наверное, оберечь. А эпоха вот так вот ими распоряжается. Ну ладно, хорошо. Допустим. Допустим. Хотя, опять же, если бы, скажем, Мадьюс сыграл агрессивно с двух баз, то в районе 10 минуты он пришел бы и мог бы вплоть до того, чтобы все это разломать. Вполне. Есть такие билды, которые позволяют сломать зергу третью нычку. Со всеми зданиями на ней. Добавляются две факторки, тем временем, у Мадьюса. Третья ЦЗшка уже спутник на ней достроен. Газы заняты на натурале. Все хорошо. Второй арсенал настраивается для грейдов. Дабл грейдов. Тем временем заезд геликами. Профтыкал я. Его довольно хорошо, кстати, отбивает эпоха бронзы. То есть, заметьте, здания эти все-таки не зря здесь ставились. Причем ставят еще дополнительные здания, создавая таким образом стеночки. Стеночки из домиков своих. Посмотрим сейчас, сколько всего рабов. Ой, шикарно. 18 рабов нажег. Ну да, мы видим, что минеральная линия опустела у эпохи. То есть, как видите, харас удался. Харас очень удался. Дрон выезжает вперед. По мисклику, наверное. Тем временем у эпохи уже выбегают рачи. Дроны куда-то бегут. Куда бегут дроны? Мисклик. Наверное, да. Похоже, мисклик. Тем временем, банша залетает на мейн. Накосила на рабов здесь 10 штук. Слушайте, как прям хорошо. Я даже не успел уследить за всем этим. Просто не успел за этим всем уследить я. Бывает. Я, конечно, не говорю, что у меня офигенная прям такая слежка за всеми действиями. Но сам факт. То есть, Мадиус очень хорошо сейчас подхарасил своего оппонента, да. В сумме забрав 25 рабов. 10 с мейна и остальных. Получится 15 вот с третьей базы. Сам он выходит при этом на третью. Играет он уже добавляя торов. То есть, подозревая, что там будет именно мута. То есть, по дефолту к ней готовюсь. Плюс 2 базы. Уже 2 факты новые добавляются. Грейды пошли уже. Плюс 1 на атаку есть пошло. Плюс 2. Плюс 1 на защиту уже на половине. Эпоха не спешит. Довольно странно. Не спешит занимать четвертую нычку, да. Не спешит вообще. То есть, судя по всему, он пытается сейчас восполнить те потери, которые Мадиус ему нанес. Тот ущерб восстановить. Точнее, ну как. Преодолеть эти трудности, которые этот ущерб нанес ему. Тем временем, по потере мы видим то, что, опять же, Мадиус далеко впереди. И в хорошем смысле этого слова, турелечки везде строятся. У эпохи, тем временем, очень много рачей идут в заказе. У рачей есть закопка. Есть грейд на движение под землей. Есть грейд на скорость. И грейды 1-1 на, собственно, самих рачей. И, смотрите, собирается у нас эпоха играть в рачей гидру. Судя по всему, он понял, что там мех, да. И поэтому решил, наверное... Наверное, поэтому он решил дальше играть в рачей гидру. Не перестроился в линго-бейла муту никакую. То есть, он убежден либо в том, что там мех, либо просто он изначально собирался играть в такую связку. Независимо от того, что это будет играть Мадиус. Итак, сейчас закопанные рачки пробегают. Буквально, смотрите, просто вот турелька... А, радарка это. Радарочка не успевает достроиться. Турелька не успевает потихо совсем достроиться. Но здесь вторая турель в рабах есть. И эти рачи палятся. И в больших количествах начинают умирать. Сенсор, куда важно забрать, забирает ее эпоху и убегает. Тем временем, по грейдам мы видим, что Мадиус опережает своего оппонента. У него плюс два на атаку будет гораздо раньше. Ну, как гораздо. Примерно на минуту. Вот, занимает все-таки четвертую эпоху. Опять же, четвертое в довольно оригинальном месте. То есть, такая весьма далековастая от базы. То есть, это такая потенциальная пятая. То есть, тут для четвертой альтернативы две. Вот здесь, наверху справа получается. И вот здесь, внизу слева. Непонятно, конечно, почему здесь. Ну, наверное, есть в этом какой-то смысл. Которого лично я пока не знаю. Лично я бы просто занял вот здесь. Ну, это мое мнение лично. Тем временем, Банши надвигаются. Вот как раз чекать вот это наличие четвертой базы. Другая Банша тоже пролетает мимо, чекая другую четвертую базу. Сейчас у нас уже у эпохи пошла гидра. Пошел уже. Сейчас будет доделан хайв. И сейчас будут заказаны, скорее всего, грейды 3-3 на атаку вот той армии, которую делает эпоха. Сейчас эти Банши могут очень сильно нарезать. По той причине, что у эпохи очень мало гидролей. Очень мало гидролей. А вот эти Банши, они очень хорошо, особенно Мадиус видели, как хорошо фокусил именно каждую гидру. И выщелкивал их буквально. К тому же с такими хорошими грейдами это прям успешно очень получалось. Тем временем Мадиуса уже 180 лимита, а эпохи всего 147. Причем 147 с учетом тех дронов, которые сейчас будут уже, ну, уже сейчас появятся. Да, очень много тут оверов висит. Итак, выдвигается сейчас эпоха в какой-то еще один пуш, судя по всему, под грейды 2-2. Но вряд ли этот пуш увенчается успехом. Похоже, не знаю, то ли это чувствует эпоха, то ли что. Разворачивается обратно. А, он ждет вайперов. Да, заказанный вайпер вместо грейдов 3-3 на свои войска он заказывает вайперов. То есть есть такой момент, есть такая вот, скажем так, развилочка в технологиях. То есть место, где вы можете выбрать, что вам нужнее. То есть ситуация, когда вы играете врачи-гидру, она упирается в этот момент, и здесь идет уже вопрос. Что вы хотите делать? Либо 3-3 грейды, либо сделать вайперов, которые будут помогать вашей армии, вешая тучки и вытаскивая своими шнурочками всяких крупных, важных юнитов у тирана или у, в общем, у тоса, у оппонента. В общем, в общем говоря. Тем временем палит на выходе Мадиус вот этот пробеж курачей. Палит и понял, что нет смысла надо отвлекаться на вот эту маленькую пробежечку. Надо идти в лобешник, идти всей армией нападать. Тем временем эпоха занимает очень много дополнительных баз сразу. Но у него сейчас будут очень серьезные проблемы с отбиванием вот всей этой армии. И сейчас без вайперов, конечно, здесь делать нечего. Вот они, вайперы подлетают. Сейчас смотрим, что будет сделано. Вешается тучка почти на все танки. Ну, точнее, на четыре танка из восьми. Вторая тучка вешается. Но армия просто рассыпается за счет того, что действительно позиция очень хорошая у Мадиуса. И не на все, к сожалению, танки сразу попала тучка. И как бы войска здесь такие, которые смогли из тучки очень быстро выйти. И, по правде говоря, эпохи было очень немного здесь. Надежды было только заточить на хороших грейдах. Но грейдов, как мы видим, нет. Вайперы себе насасывают новые энергии. Извиняюсь за изображение. А Мадиус продолжает проламывать своего оппонента танки, торы, хеллбаты, баньши. Грейды уже 3-3 сейчас будут готовы, скоро. Делает грейд на воронов Мадиус. Судя по всему, сейчас будет добавлять он в воронов, да? А, нет, слушайте. Не только, не просто в воронов. Он будет добавлять именно батлкрузеров с воронами. То есть добавляется центр синтеза. Да, где он? Вот здесь. Почему-то не прощелкивается. У меня выделяется раб, когда я нажимаю на это здание. Да, выделяются рабы. Что за бред? Странно. Ну, ладно. Продолжает Мадиус идти дальше, давить своего оппонента. Его на 40 лимит отбольше. Ситуация полностью в его руках. И сейчас очень сложно будет, конечно, эпохи все это отбивать. Очень сложно. Смотрим. Позиция очень хорошая у Мадиуса. Начинает эпоху вытаскивать танки, но все равно под выстрелы танков других попадает. Продолжает, продолжает вытаскивать. По частям. Но армия обходит, у Мадиуса армия обходит эпоху с другой стороны. Нападает на нычку. Колбаты здесь всем раздают успешно. Бланшир раздают тараканчикам. Вешивается туча на танчиков. И Мадиус оперативно танки складывает и перемещает. Ну, в принципе, довольно правильно. Логично. Сейчас появятся новые врачи, но если они будут появляться по частям, то их Мадиусу только этой армией перебьет очень легко. Причем, обратите внимание, довольно хорошая связка получилась у Мадиуса. Баншир, Торы, танки на поддержке и хелбаты в качестве такого пушевого мяса. И проламывает своего оппонента. Мадиус. ГГ эпоха брон запишет. И счет 1-0. 1-0 в пользу Мадиуса. Итак. Очень получилась такая интересная игра. Оба игрока открылись максимально халявно, но при этом Мадиус открылся непосредственно в халяву в Харас. Сейчас. Открылся в Харас. Сейчас мы посмотрим вторую игру этой серии. Мадиус против Эпоха бронза. Карта Хэви Рейн или Ливень. Карта изначально, что можно о ней сказать. Кстати, обратите внимание, тоже у Эпохи есть такой прикол. Он не пользуется авторазводом рабов. Старовер. Старобрядец. Помню, я об этом уже говорил. Это вот уникальный игрок, который я очень давно не видел, чтобы люди не пользовались авторазводом. Карта изначально, если мы говорим о ТВЗ, очень хороша именно для меха. Почему она хороша для меха? Во-первых, очень легко оборонять натурал с помощью танков на ранней стадии. Третью очень легко оборонять, опять же, с помощью меха, с помощью танков на ранней стадии игры. Затем легко перемещаться, то есть уже когда подходит миддл игра, очень такие узкие проходы, по которым может к вам оппонент подойти. Вот раз, здесь вот два со стороны вашей четвертой. Это вот главный вход. И вот со стороны вашей пятой вот еще три технически. Да, вот еще здесь камни по центру, но через них редко, конечно, ходят. Обычно их оставляют целыми. Карта вот именно этим, она очень хороша, что, скажем, механизаторам здесь довольно легко обороняться, и можно здесь играть, обладая вот такими вот преимуществами, которые я перечислил. То есть выход на первые три нички, он для механизатора здесь довольно легкий. Легче, чем, скажем, на других картах, например. Сейчас надо подумать. Ну вот, я даже не знаю, просто я редко в мех играю. Я только видел игры меховые в основном. Сам я мех-катая редко. Скажем, в играх про геймерах я здесь зачастую вижу, вот именно на этой карте, игры в мех. Например, если мы вспомним игры True против Бибьонга, где Бибьонг играл против True, вот именно в наземный мех. Очень хорошие кс-ти игры, по-моему, с пролиги. Рекомендую посмотреть. Могу я ошибаться. То есть, но игроков я назвал точно, а вот сам по себе ивент я мог неправильно назвать. Открывается у нас эпоха, довольно-таки предсказуемо в 15-ю хату, да, то есть здесь нет ничего такого. То есть, стандартный опенинг, очень хороший. А Мадьюс у нас открывается в барак CC. Да, в безгазовый барак CC. Чисто воловский билд, олдскульный, очень хороший. Причем он хорош, именно, вот скажем, если мы говорим охотиться, то именно до перехода в мех. То есть, чаще всего его катают именно под мех переход. Очень такой старенький, проверенный временем билд. Закрывается стеночка. Тем временем у эпохи уже доделывается газ. Газ только не заполняется почему-то сразу, да. Какая-то такая маленькая задержка в пару секунд. Но ничего страшного. Тем временем овер, первый, первый овер пролетает мимо натурала. Его можно было бы, конечно, подхватить. Два марика могли бы его забрать, если бы вот здесь, ну, на середине встретили. Они бы могли его забрать. Но марики стоят здесь. Второй овер тоже можно было его перехватить, особенно вот именно если сейчас перехватывать. То есть, опять же, двум мариком под силу, трём тем более. И смотрите, добавляется два барака. То есть собирается Мадьюс открываться в био. Причём билд абсолютно не ТВЗшный. Билд чисто либо ТВТ, либо ТВП. Воловский вариант. То есть два бараки. А, ну всё понятно. Всё понятно становится потихоньку. Да, у нас ожидает тоже довольно-таки редкий билд. Барак СЦ и затем переход в давление мариками с двух баз. Чаще всего такой билд отыгрывается через 14-й ТЦ. Или, может быть, ну, с одной базы это ОЛН, конечно. Чизовый ОЛН. А вот с двух баз такое вот есть давление. Чаще, опять же, повторюсь, его отыгрывают через 14-ю ТЦшку. Сейчас Мадьюс его отыгрывает именно через барак СЦ на случай вот именно перехвата ранних этих лингов или чего-нибудь такого. Тем временем у эпохи уже два газа работают. То есть второй запустился только что. Лэйр идёт. Лэйр до скорости лингом. И, судя по всему, это будет фаст мута. Почти наверняка можно сказать, что это будет фаст мута. Правда, попадает сейчас небольшой соплей блок эпоха, но ничего страшного. Тем временем марики начинают строгаться, делается бункер на входе. То есть, так, непонятно немножко, зачем бункер на входе, если ты собираешься так агрессивно играть. Стеночка, да, стеночка, она всегда must have. Хорошо, сейчас посмотрим. О, посмотрите, что происходит. Делается, делается вот именно сейчас скорость лингом и делается, делается грейд на брюшные мешки. То есть, он собирается эпохой использовать своих оверов в качестве высаживалок, в качестве транспорта. Да, то есть, он собирается что, дропать? Это, вот это уже оригинально. Ну и, естественно, грейд на облегчённый панцирь. Без него никуда. Это факт. Итак, первый овер залетает от эпохи на мейн непосредственно Мадьюса. Видит все эти бараки, видит то, что газы добавляются только сейчас. Видит, что пристроек нет. То есть, сейчас он понимает, что его может ждать. Либо где-то здесь, либо вот уже двигается к нему. Солидная такая пачка мариков. Он её и видит уже овером. Вторым овером её видит. Главное, сейчас оверов на них не терять. Это будет очень неприятно. Это будет очень неприятно попадать в соплей блок сейчас эпоха. Тем временем уже заказывается гнездо гиблингов. Делается стеночка уже из плёток. Довольно поздно это происходит. То есть, гиблингов нету, плёток нету. Голые собаки против этой тучи мариков. То есть, что сейчас будет происходить, я не знаю. Как сейчас будет эпоха бронзы отбиваться, вообще непонятно и неизвестно. Марики спокойно себе наступают вперёд. Лингов. У лингов нет до сих пор скорости. А сейчас закатываются уже бейны. Бейны закатываются. Причём, где? Возле натурала. На третьей базе. Мадьюса закатываются бейны. То есть, он собирается как-то ответную агрессию проявить. Но это немножко неуместно. По той причине, что сейчас его самого здесь разложат. Прямо перед Мадьюсом заказывает новых бейнов. Не самое лучшее решение. И это коллапс. Это просто коллапс. Бейны стоят тут. А, он собирался дропать их. Ну вот это уже как бы... Само по себе идея очень интересная, очень оригинальная и хорошая. То есть, приятно смотреть на такие вот игры, когда люди действительно играют что-то оригинальное и необычное. Причём, играют видно это умеючи. Да, они как-то так вот не связаны. Тяп-ляп. Тем временем, пытался сейчас Эпоха забрать у Мадьюса мариков за счёт своих бейнов. Хату он потерял. И всё сводится сейчас к тому, что Эпоха играет однобазовая л-ин. Да? Да, то есть сейчас, если этот Харас каким-то образом не зайдёт, а он почти наверняка... Даже если он зайдёт, то есть даже если сейчас Мадьюс теряет всех своих рабов. Абсолютно всех. У него есть вообще все предпосылки для того, чтобы выйти в макро спокойно и просто уничтожить своего оппонента. То есть технически уже проиграл Эпоха. Но это его не смущает. Он показывает своих оверов, да? Не дропает. Нет, нет, будет дроп. Слегка затупил. Надо было пораньше это, конечно, всё делать. Пошёл дроп. Тем временем дроп на натурале идёт. То есть отвлекающий был дроп на мейн всей кучей. А овер дроп? Дроп? Нет? Не дроп? В чём дело? Почему овер не дропает? Вот сейчас шикарно вообще. Просто шикарно. Вот это был офигенный манёвр. Если бы сейчас не было того, что было, да? То есть вот этого коллапса, который происходил. То всё было бы шикарно. То есть такие вот моменты, такие вот манёвры и приёмы. Это очень оригинально и прям круто. То есть видно было, что Мадиус этого вообще не ждал. Вообще. И надо сказать, что Эпоха накосил довольно много рабов. 19. Да. Это было мощно. Стоит согласиться с Мадиусом, потому что действительно это было нереально круто. Вот именно за это я и уважаю таких игроков, как Эпоха Бронзы. Вот его в частности. То есть теперь, я надеюсь, вы понимаете, почему я вот говорил в начале. То, что игроки сами по себе оба довольно-таки интересные. Очень хорошо играют. И игры будут сейчас очень интересные. То есть за вот такие вот действия, это просто респект за само это. За то, что парнишка играет в это, и при этом, смотрите, продолжает выходить дальше. То есть не собирается сдаваться вообще Эпоха. И сейчас смотрите, что он собирается делать. Он собирается дропать дальше? Ну, почему нет с другой стороны? ГГ, думаю, Эпоха. Пишет по ходу ГГ. Ну, вот если бы сейчас был еще один, скажем, дроп Бейнов, да? И дома было бы чем отбиваться. А ресурсов у Эпохи предостаточно. То есть все упирается, я не знаю, во что, в личинки, наверное, да? Сейчас сливается из своих лингов Эпоха на мариках. Марики на стиме. Грейды уже плюс один на атаку есть. И Эпоха Бронза покидает игру. Счет 2-0. Вообще, получилась бы игра невероятно интересная, да? Если бы так легко Эпоха... Его не проломил бы Мадиус. Если бы он его не проломил. Сам по себе, мув довольно оригинальный. То есть я такое видел, скажем, очень давно. Особенно вот в ТВЗ. Я такого, наверное, не видел... Я даже не знаю сколько. Не один год. Я бы так сказал. Не один год я вот не видел такого. Смотрим мы с вами третью игру. Встречи Мадиус, Эпоха Бронзы. Карта Полярная Ночь. Мадиус у нас появляется внизу. Синий терн. Эпоха. Желтенький зерк наверху. Итак, счет 2-0. Сейчас посмотрим, чем нас игроки удивят в этой игре. Обратите внимание, что каждый раз игроки открываются... Вот уже две игры открывались по-разному. Конечно, это зависит от карты. И непосредственно от плана на игру. То есть на этом уровне, на котором сейчас играют эти ребята, здесь нельзя как-то выдумывать, импровизировать что-то в этом духе. То есть, конечно, импровизация, она есть всегда, во многих моментах. Но любая импровизация основана на понимании, на технике и на том, что вы знаете, что вы делаете. То есть нельзя просто взять, сесть и отыграть спокойно, не знаю, билд, который вам пришел внезапно в голову. Значит, вы играли его заранее, до этого когда-либо его... То есть вы знаете, как он исполняется, и вы сымпровизировали. То есть в зависимости от игровых ситуаций, каких-то событий, которые происходят, вы просто импровизируете, меняя свой билд на что-то другое, корректируя его. И делаете это максимально обдуманно. Мадиус у нас уже, это очевидно, что собирается ставить, да, прокси-бараки. Довольно оригинальное место для прокси-бараков. То есть, скажем, вот здесь зерги бывают очень редко, если быть точнее, то единственный способ, как зерги попадают сюда, есть такая фишка. Это... Кстати, замените, эпоха знает, что на этой карте прокси заходят от тиранов очень хорошо, поэтому внимательно, тщательно чекает все прокси-места абсолютно. Смотрите. То есть он прочекивает абсолютно вот такие вот всякие закоулочки, да? Все посмотрел. Абсолютно все. Овером прошелся по обеим зелнагам. То есть очень-очень сейчас осторожно играет. Но прокси Мадиус поставил очень, конечно, хитрые. Конечно, минус таких прокси в том, что они довольно далеко от базы, при этом они не очень близко к зергу. Вот так. То есть в целом, скажем, если бы эти прокси сместились вот сюда, наверное, Мадиус боялся, что их эпоха будет искать. И смотрите, несмотря на то, что прокси не нашел эпоха, он все равно дрона оставляет на патруле на тот случай, чтобы его не забункерили здесь. Дрон срывается за КСМ-кой. Всех дронов срывает. Что? Что это? А, он и видел. Он и видел этим овером, да. Он и видел КСМ-ок. Он и видел Марика, судя по всему. Да, он, скорее всего, он все это сейчас увидел. Вот этим вот овером. Да, и этим овером он, опять же, видит очень много. Он видит отсутствие стенки. Наличие спутника при этом, да? То есть довольно странная игра для человека, который играет в макро. Странный опенинг. Итак, уже достроилась хата. Крип пошел. В довольно-таки странном месте Мадиус ставит бункер. То есть, наверное, нужно было ставить его поближе, пока крип не расползся. Пользоваться тем, что крипа пока еще мало. А сейчас крипа уже достаточно, то есть, особо близко, бункерами не подойдешь. Забирает Мадиус овера. Очень неприятный момент, поскольку сейчас эпоха попадает в сапплай блок. А на данном этапе это просто может быть смертельно для эпохи. Фатальная такая ошибка, казалось бы. Плетки из отстроиться не успели. Забирает и лингов, и квину, и дронов, которые оборонялись. Сейчас Мадиус все позабирал, но у эпохи достроилась одна плетка. Сейчас достроится вторая, квина с мейна спустилась. Вторую плетку он отменяет. Вторую плетку он отменяет. Мадиус с тем временем отменяет бункер. И отступает. Да, отступает. Бараки продолжают делать мариков. Причем марики делаются. И сразу раллипоинт стоит на натурал к тирану. Мадиус ставит вторую ццшку. Заметьте, стоит ее наверху. Предварительно сделав стенку из сапплайев. На случай, если вдруг будет контратака, лингами какая-то вот такая вот внезапная. В обход его армии. Тем временем, два газа уже пошли у Мадиуса на мейне. Линги. Линги продолжают чекать, что прокси продолжают чекать, да? Или нет? А, они наверное ищут мариков, которые убежали. Наверное, да. Тем временем, мариков здесь очень много уже. Они перехватывают лингов, которых эпоха посылает. Всех четырех лингов убили. Это очень неприятно. Вот этот овер, если сейчас его еще и Мадиус найдет, это будет вообще просто джекпот. Тем временем, пытается дрониться дальше эпоха. Парабам он сейчас довольно сильно отстает. По базам он, конечно, впереди, но парабам он отстает. И смотрите, что делает Мадиус. Проксифакта. Барак летит вперед. Барак летит вперед. Этот барак до сих пор здесь. Этот барак летит вперед. Вот, ааа, слушайте, ну вот это уже просто, это шикарно. Вот вы знаете, вот лично я бы до такого, не знаю, догадался ли бы, наверное, или нет. Особенно в такой ситуации. То есть, сейчас Мадиус будет бараком подсвечивать наверх, а с факты сделает танк. Вот это нереально круто. Это просто класс. Вот ради такого, вот мы смотрим с вами вот эти вот игры. Ставится даже бункер, смотрите, чтобы танк, деф, чтобы танк нельзя было убить лингами, там, забежать откуда-то снизу, да. То есть, ну, танк и танк. Че, лингов привел туда и убил его. Марики, ну и марики, ну и фиг с ним. Много лингов сделал и убил. Не имеет значения. А то сейчас будет стоять бункер, прикрывать танк. Вот это, вот это шикарно просто. Сейчас посмотрим, будет действительно танк. Да, сейчас газ копится, газа не хватает немножко. Тем временем, ну, 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 танчик, 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 танчик. Вот, заказан танчик. Лэйр пошел, тем временем, у эпохи. Два газа на натурале есть, один газ добавляется на мейне. Барак вернулся домой. У Мадиуса, тем временем, делается старпорт. И сейчас будет уже заказан грейд плюс один на атаку, да, то есть, будет дальше переход все-таки в био. И первым грейдом заказывает Мадиус щиты. Судя по всему, собирается рано пушить мариками, да. Или, ну, получается, когда он будет оборонять этот танк, да, то есть, играть так вот агрессивно. Второй бункер уже добавляется, слушайте, просто, просто загляденье. То есть, он собирается повысить выживаемость своих мариков, да, то есть, он не собирается сейчас им как-то микрить или нападать. Ему нужно, чтобы марики жили как можно дольше. Именно для этого и делаются щиты. Щиты довольно существенно повышают выживаемость. Сейчас эпоха понимает, что здесь висит барак, и там уже есть танк. Просто, вот это просто... У меня нет слов. Просто нет слов. Танк начинает отстреливать. Лингов, ой, лингов, дронов всех сгоняет. Ставит уже сейчас Бейлобаст. Эпоха. Да, добавляет Бейлобаст, добавляет бреды 1-1 на землю. На лингов, в частности, да, то есть, на ближнего боя, ребят. Второй танк делается, надо раскладывать, да. Два бункера. Соплайчик здесь вставил и отменил в итоге. То есть, все просто вообще шикарно. А бункера он видит? И бункеров он не видит. Сейчас он наломится и потеряет всех своих лингов, потому что бункеров он не увидит. Танки достают даже дохаты. Причем лейер заказан на натурале, то есть, сейчас эпоха потеряет еще и лейер. Поэтому он спешит заказать круговые зацепы, потому что, если он лейер потеряет, то он не сможет. Грейт отменяет. Что? Вот если сейчас потеряет этот лейер, а он его потеряет, то он не сможет дальше заказать этот грейт, пока не сделает новый лейер. КСН-ка подсвечивает вот здесь вот собак, которые могут прибежать. Дома, тем временем, делается такая стеночка уверенная. Бункеры, соплаи, все вот такое довольно мощно выстраивается. Танков дома нету, дома только бараки. А эпоха, да, эпоха понимает, что ломиться на эти танки бессмысленно. Он увидел даже бункера. Понимает, что туда ломиться бессмысленно. Надо нападать на базу, к тирану. Пытаться его проломить. Медовак тем временем вылетает вперед к пехоте, на тот самый опорный пункт. И сквозь открытый соплай забегает вся армия эпохи. Блавывается вперед, и сейчас взорвется очень много... Ой, 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 ой. Ну, шикарно, шикарно заходит, конечно, вот этот подпуш эпохи. Он очень много убивает, во-первых, рабов. Ломает всю стенку, забирает большое количество вот и мариков, всего общей соплайи забирает. Но несмотря на это, ситуация у эпохи довольно печальна, поскольку Мадиус просто перемещается дальше. Стим у него уже идет, гляди плюс один на атаку у него есть, щиты есть. Танки стоят. Танки рано складывает, причем ран зря он складывает сразу все танки. Бейлинги стоят сбоку, ждут, пока смогут катиться. А голые бейлинги против такой вот связочки здесь, они просто будут неуместны. И бейнов всех сливает, к сожалению, эпоха. Всех бейнов своих сливает. То есть сейчас, конечно, игра была полностью за Мадиусом. То есть неудавшийся бункер раш Мадиус перевел в раш танком через барак. Вот прям просто очень грамотно и очень умно сыграл. Использовав особенности карты, особенности нахождения натурала, зерга здесь, да. Но того, что здесь можно поставить здание, легко его оборонять бункерами, здесь вот встать и все. И все шикарно. Очень-очень интересно сыграл сейчас Мадиус. Мне понравилась. Игра была просто шикарная. То есть мы видели, что эпоха как бы все сделал правильно, да. Довольно грамотные решения делал. Все довольно-таки правильно. Все хорошо было. Но при этом вот где-то были ошибки, да. То есть Лингов потерял тут, Лингов там, Леер на натурале. Вот все вот эти вот моменты, они вот в купе сложились. Недостаток разведки добавился к этому. И вот так вот все случилось. Так вот печально. Смотрим мы уже четвертую игру встречи Мадиус Эпоха Бронзы. И последняя их карта, последняя игра, карта Habitation Station. Обратите внимание, что эпоха, несмотря на то, что как бы он не пользуется авторазводом, он очень хорошо рабов разводит. То есть по три раба на самые крайние минералы, при этом на ближние, рабы разбегаются. И, конечно, видно, что по минеральчикам Мадиус впереди. Но при этом Эпоха Бронзы показывает довольно хороший развод рабов. А в воле, поверьте, развод рабов это была целая наука. Да, то есть и сейчас, конечно, нужно успеть подцепить КСМочку, да, отвезти ее на крайний минерал. А лучше там по парам их так вот разбросать. То есть, конечно, это надо уметь. Но в воле было все намного сложнее. То есть рабы, которые просто стоят, ждут своей очереди. Раз и сразу. Раз, нужно все это сделать и еще заказаться при этом. Посмотрим, чем нас на этой карте удивят игроки. Уже четвертая игра, заметьте, то есть в каждой игре какой-то экшен происходит. Что-то такое вот оригинальное, как бы, выход в лютое макро. Харас, чизы, какие-то такие вот мувы, типа вот танк с подсветкой этого барака. С прокси-факты. С прокси-факты! В ТВЗ! Да? Затем, что еще было? Дроп бейнов в ТВЗ. Дроп бейнов в ТВЗ. В рабов. Зашел очень круто. Ну, там начало, конечно, было слито изначальной эпохой. Но сам факт. Это просто прям шикарно. Очень прям такие интересные игры получаются. Я прям лично получаю удовольствие, просматривая вот такие вот реплеи. Мариус собирается ставить в ТЦшечку, 14-ю, да. В стеночку. Довольно опасно, поскольку на этой карте зерги очень часто, даже сами не понимая почему, в чем смысл, играют через пул до хаты. Причем бывает 14-й пул до хаты, бывает 10-й пул, бывает 6-й, бывает 8-й. Самые разные варианты. Вот в ТВЗ лично я видел. На этой карте. Многие зерги не понимают, для чего это делается. Но на самом деле, такую вот мету задала еще Скарлетт в играх против бомбера, когда она играла в ранний пул и наказывала вот именно вот такие вот действия. Вот целью ее было наказывать именно вот такую вот халяву. Различную, любую вообще. И при этом, чтобы не остаться позади, при любых вариантах, она занимала золото. Да? То есть, особенность этой карты, прежде всего, очень малое расстояние между базами оппонентов. Да? Очень маленькое. Одна зелнага на двоих. По центру. И золото буквально вот. Рядышком. Здрасте. При этом золото расположено так, что если у вас есть ребята, которые могут на большой рейндж стрелять, то золото легко простреливается, скажем, вот сама по себе минеральная линия. То есть, именно на этой карте, допустим, многие тираны, вот я в том числе, практикуют танк плей. То есть, воловский вариант. Игры через биомех. Это пехота и добавление не минок, а преимущественно танков. Именно для того, чтобы хорошо здесь занимать позицию, поскольку особенность карты, опять же, довольно узкие проходы, что в центре карты, что на подходах к базам оппонента. Вот здесь узкие проходы, вот такие вот всякие. Единственное, то есть, самый такой широкий проход, это вот здесь. И вот ниже зелнаги, вот здесь целая такая поляна просто. Получи, распишись. То есть, здесь ТВЗ, скажем, танки отыгрывать можно довольно успешно. Тем временем ставится уже газ у Мадиуса. Открылся он изначально у нас в 14-й ЦЦ, барак, 3-й ЦЦ, газ и плюс 3 барака в стенку. Очень халявно. Очень. И посмотрим сейчас, как будет Мадиус реализовывать всю эту халяву. То есть, заметьте, он сосредотачивается на обороне очень серьезно. То есть, он не собирается как-то халявить. Он видел, что получается билд у эпохи довольно стандартный. Причем, то есть, билд какой? Ой, уже рачи идут. Где рачи? Вот рач вален. Рачи уже в заказе. То есть, эпоха бронзы видел, что там идет 14-й ЦЦ, да? Вот по этому бараку. И решил просто его наказать. То есть, он даже не знает, насколько здесь все серьезно. А Мадиус просто вот решил перехалявить, да? Дико. И при этом передефаться тоже дико. И удивительно, но именно это сейчас сыграет ему на руку. Хотя, если я не ошибаюсь, то рачи смогут прострелять вот этот барак, в частности. При этом, и бункер их не будет доставать. Второй газ уже добавлен. Пошел в исследованиях стим. Бараки все работают, все работает. Пошла уже факторочка. Сейчас будет налом рачей. И занимает, смотрите, и золото занимает. То есть, открывается агрессивно, да? Открылся очень агрессивно. Вот такой вот пуш рачами с двух баз. Лэйр пошел после этого. Мувлингов мы еще вроде не видели. Сейчас видит эпоха бронзы, что происходит, да? Потому что здесь лютая стенка. Пытается рачей не терять, но бункер дотягивается, да? А, нет, слушайте, мог, мог, мог. Мог стоять здесь. Мог. Ну ладно, хорошо. Допустим. Продолжает дрониться, заказывает лэйр. То есть, агрессивно сейчас вот он сыграл. И агрессию свою окупает тем, что он выходит на золото сразу. Сразу на золото. Вот это очень грамотно сейчас он делает. Тем временем Мадиус собирается делать даблгрейды для пехоты. Грейды будут довольно ранние. Да, довольно ранние будут грейды. То есть сейчас Мадиус вот в миддл игре. Игра будет очень сильная именно для него. То есть у него все располагает к тому, чтобы вот в средней стадии игры все было очень хорошо, все было очень успешно. Гнездо гиблингов, эволюшнка, одна. Грейт для рачей на скорость рачей. Так, хорошо. Тем временем уже доделывает сейчас Старпорт. И делает, смотрите, на факте делает сразу лабу, то есть он не делает для Старпорта реактор, да, чтобы делать медваки или викинги, скажем, да, чтобы карту почистить от оверов. Заказывает сразу лабу, сразу делает танк. То есть, судя по всему, Мадиус очень опасается того, что будет мощнее какой-то Бейла Рочи Пуш. Да? Вот его он опасается. Иначе, то есть по-другому объяснить, почему он сейчас в срочном порядке добавляет танки, по-другому нельзя. Бараки сейчас переносятся все-таки на мейн. То есть необходимо расчистить здесь место. Потому что вот эта китайская стенка, это, конечно, круто, но только на раннем этапе. А сейчас на эти бараки будут ставиться пристроечки, и все будет, в принципе, шикарно. Заказан первый медвак, тоже такое спорное решение. Вечно я бы заказал викинга первым. Да, одного тем более. А потом реактор, да, а потом реактор. Тем временем, смотрите, что делает Эпоха. Понимая, что крип ему нужен срочно сейчас, а квин у него всего сколько? Всего две, третья сейчас делается на вот этой базе. Других квин он не добавляет, да? То есть крипа сейчас ему очень не хватает, думаю, сейчас он очень нужен. И он просто льет оверами крип. Разливает его между золотом и второй базой. Мадиус тем временем, смотрите, занимает все-таки не... Третью базу занимает на обычных минералах, а не на золоте. Вот как. То есть играет очень осторожно. Тем временем, сейчас он увидит, да? Сейчас он увидит? Да, он увидел. Вот сейчас он увидел то, что Эпоха на золоте. Что он на золоте уже давно. То есть уже, видите, вся нычка залита крипом от вот этой хаты. Дропает Мариков. У Мариков уже стим есть. Сейчас есть возможность запопустить либо грейдовник, да? Он мог легко грейд отменить сейчас. Либо позабирать рабов. Мадиус выбирает второй вариант. При этом сам готовится, чтобы отпушивать. Продакшн у него в бараках временно стоит. Дроп улетает дальше. Бейлинги с врачами бегают за дропом. Квина пытается забрать медевак. Марики тем временем нарезают, нарезают все-таки и дронов. Да, фокусит, фокусит дронов, Мадиус. Тем временем Бейны здесь стоят до целого часа. Ждут дропа. Марики бегут вперед и сейчас могут... Успеют Квина забрать или нет? Могут успеть. Могут успеть. Нет, все-таки не забирают. Квина забирает медевак. Как Бейлинги забирают всех Мариков. Идет новый заказ лингов. По лимиту игроков одинаково. По грейдам у них все ровно. Арсенал добавлен у Мадиуса. Пошли грейды плюс два на атаку. Плюс два на защиту для пехоты. А у эпохи... Слушайте, он много рабов потерял, да? Да, очень много. 19 рабов потерял. На одном дропе Мариков потерял 19 рабов. Это очень много. И сейчас заказывается огромное количество Бейлингов. Сейчас очень много Бейлингов будет. У них уже скорость есть. Просто тотальная. Сейчас будет, судя по всему, пуш в лоб. А Мадиусу будет проблематично его отбивать. Потому что сейчас он сам идет в лоб. И сейчас его могут на муве легко поймать, да? Нет. Не спешит, не спешит эпоха нападать. А вот сейчас нападает. Сейчас нападает. Сейчас будут очень сочные залпы. Схватывает все-таки залпы танков. Теряет часть Бейлингов, часть рачей. То есть Мадиусу сейчас очень повезло, что эпоха просто не сорвался и не наломился вперед. Потому что он легко мог вот это все разобрать. Лично я считаю. Ну и, конечно, Линги нужны. Сами по себе, да? То есть такая вот голая связка. Рачи, которые уязвимы для танков. И Бейны, которые такие сочные. Они вот разрываются. При этом они очень дорогие по газу, по всему. Сейчас Рачи танкуют. Втанковывают весь дамаг. Но при этом Рачей просто так теряет сейчас эпоха. Не очень правильно. То есть Линги, Линги нужны. Отсылает часть Бейнов. Сейчас, смотрите, эпоха на третью. Да, на третью. Да, сейчас на третью Бейлинги забегут. А Мадьюс подбирается уже к золоту. Сейчас будет выковыривать золото своего оппонента. Бейны врываются прямо в рабов. Забирая в сумме около 20 штук. А, вру. 17. Около 17. И смотрите, что делает эпоха. Тоже очень такое интересное. Вот оригинальное, во-первых. А во-вторых, интересное решение. Грамотное при этом. Закапывает Бейн. Поднимает обратно. Что ты делаешь? Решает наламываться, да? Налом. Но сейчас уже эпохи здесь очень мало. Позиция у Мадьюса очень хорошая. И сейчас рискует всю свою армию здесь плохо потерять. Что и происходит? Да? То есть технически что и происходит? Здесь еще ребята стоят наверху. Всех Бейнов сейчас теряет. Продолжает заказывать рачей. Зачем рачей? Сейчас уже нужны, наверное, линги или бейлинги, да? Что-то из этого. Но новые ребята вкатываются сюда, да? Что-то новое здесь произошло. Уже 26 рабов потерял Мадьюс, но его это не смущает, потому что игра полностью в его руках сейчас. По грейдам он далеко впереди. 2-2 на 0-1 для рачей. И это ГГ. Эпоха бронзы покидает игру. Четвертая нычка уже раскачивалась. То есть очень сейчас халявно сыграл Мадьюс. Эпоха тоже понял, что оппонент халявит занял сразу золото. То есть он еще до этого собирался золото занять, агрессивно отыграв врачей. И все, что ему нужно было, конечно, это лучше обороняться. Лучше обороняться, лить крип, потому что без крипа, конечно, играть в ТВЗ очень сложно. Крип надо лить. То есть обратите внимание, весь крип, который был у эпохи, это крип, который навешивали вот эти вот оверы. Криптумеров я вообще не вижу у него. Вообще нет криптумеров. И, конечно, очень нехорошо зашел дроп Мариков. Один дроп Мариков, который забрал очень много дронов, около 20. Вот как-то вот так. Слушайте, ну очень, конечно, интересные игры получились. Мне прям понравилось. Мне прям понравилось. На сегодня все. Мадьюс проходит в финал. В финале он будет сражаться с победителями пары Баркот Нейра, он же, против Курока, ПВТ. Играть они будут на следующей неделе. Посмотрим. Ну, надеюсь, они подоградят пораньше. В финал, то есть у нас будет либо ТВТ, либо ТВП. Что редкость, честно говоря. Ну, ТВП, конечно, не редкость, а вот ТВТ это редкость для вообще каких-либо турниров. От профессиональных до любительских. На сегодня все. Подписывайтесь на стрим, подписывайтесь на YouTube канал. Оставляйте ваши комментарии. Надеюсь, вам всем понравилось. Счастливо, удачи. И пока-пока.